Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. Восемь обильных групп для пресечения незаконного оборота древесины будет действовать в Карачао-Черкесии. На участке дороги Архаизлунная поляна Дука завершились ремонтные работы. Зимние каникулы у школьников в Республике начнутся с 26 декабря. И в Карачао-Черкесии в свет вышел сборник детских путеводителей, где собраны обычаи, традиции и образцы национального фольклора черкесов. Делегация Карачао-Черкесии во главе с руководителем региона Рашидом Тимрезовым приняла участие в заседании стратегической сессии, посвященной повышению инвестиционной привлекательности Северокавказского федерального округа. Заседание провели вице-премьер России, куратор СКФ Александр Новак и полномочный представитель президента России в СКФ Юрий Чайков в Координационном центре правительства страны в Москве. Повышение инвестиционной привлекательности, в том числе оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, является одними из основных направлений государственной политики, определенных президентом России для СКФО на период до 2035 года. Далее цитата Тимрезова. Отмечу, что в Карачао-Чекесии реализация намеченных инвестиционных проектов ведет по плану. На законодательном уровне приняли ряд действенных мер поддержки для инвесторов, чьи проекты имеют приоритетное социально-экономическое значение для республики. В итоге темп роста объема внебюджетных инвестиций в регионе за период январь-сентябрь текущего года составил 152% к аналогичному периоду прошлого года. Закончилась цитата. Как отметил полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко, при личной поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина и вице-премьера Александра Новака, многое делается для роста экономики и инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Одна из ключевых ролей в этом отводится прорывным проектом в рамках модели социально-экономического развития субъектов округа. Напомним, в модель экономического развития карачащей кейси включены пять приоритетных направлений. Реализация инвестиционных проектов в этих сферах рассчитана до 2030 года, что позволит создать более 10 тысяч рабочих мест. Рост турпотока на курорты туристического кластера Северного Кавказа с начала этого года составил 17%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на стратегической сессии о повышении инвестиционной привлекательности Северного Кавказа. Зам предправительства также подчеркнул, что выбранная модель развития туристического кластера оправдала себя. Так, по его словам, курорт Архиз по итогам прошлого зимнего сезона показал значительное улучшение финансовых результатов. Как итог, возросший интерес со стороны инвесторов и уже не только к Архизу, но и к другим кластерам. К курорту Мамисон в Северной Осетии, Элебрус, Джилысу в Капризинобалкарии, Армхи в Ингушетии. По каждому из этих курортов определен потенциальный инвестор, который выразил готовность взять на себя обязательства по комплексному развитию курорта, сказал Новак. Глава Карачащики Серашид Темрезов принял участие и в церемонии памятного огашения марок с изображением курорта в Архизе и Элебрус. Мероприятие прошло в Москве. Церемония, приуроченная к официальному старту горнолыжного сезона, состоялась с участием вице-премьера России Александра Новака, полпреда президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки, заместителя министра экономического развития Сергея Назара, главы Кабартина Балкарии Казбека Кокова и генерального директора компании «Кавказ-РФ» Андрея Юмшанова. Специально изготовленным художественным штемпелем утвердили марки, подписали конверты и поставили оттиск штемпеля. Общий тираж марок более 100 тысяч экземпляров. Курорты Северного Кавказа давно популярны у жителей нашей большой страны, и тем не менее они продолжают динамично развиваться в ногу со временем. Появляются новые туристические рекреационные объекты, растет уровень сервиса, появляются новые туристические маршруты. Мы уделяем пристальное внимание развитию туристической отрасли, и сегодняшняя церемония – это отличный трамплин для популяризации наших курортов, что особенно важно в нынешних условиях, когда на первое место выходит именно внутренний туризм, написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Темрезов. Капитальный ремонт школ, открытие кванториумов и точек роста, обеспечение достойного труда и оплаты учителей – эти и другие вопросы обсудили на коллегии Министерства образования и науки Карачао-Черкеси. Кроме этого, руководитель ведомства Инна Кравченко сообщила о планах на следующий год. В 23-м году тоже достаточно объемный, многообещающий проект, национальный проект образования. Мы начинаем строительство трех школ в республике. Давайте вместе сейчас вспомним. Это Адабихабльский район, на 600-м город Черкесск, шестая школа на 400 мест, Хаббельский лицей на 365 мест. Восемь обильных групп для пресечения незаконного оборота древесины будет действовать в Карачао-Черкеси. Такое решение принято в ходе очередного заседания межведомственной комиссии по борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины на территории региона. Кроме того, комиссия единогласно одобрила продление запретов на вырубку в границах Пхинского, Аксаутского, Морухского, Худесского, Учкуланского и Архыского участковых листечеств. Соответствующие постановления будут подготовлены и внесены Минприроды на рассмотрение на очередном заседании правительства Карачао-Черкесии. Заместитель мэра Черкеска Заур Тугов прокомментировал ситуацию с переселением жильцов многоквартирного жилого дома по улице Гутякулова, 9 и 5, которые обратились к главе республики в ходе прямой линии с просьбой улучшить условия их жизни. Что касается многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, он в постановлении мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы, 62, собственность муниципального образования города Черкеска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения, расположенного по улице Гутякулова, 5, будут переселены в данный дом. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%. То есть 8 домов мы практически переселение. Зависит у нас, вот сейчас после передачи второго дома, у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Гутякулова, 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Гутякулова, 7 и по Октябрьской, 3. На 14-километровом участке дороги Архызлуная поляна Дука завершились ремонтные работы. Это первая дорога в Карачае-Черкесе, при ремонте которой использовали инновационное покрытие, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он имеет целый ряд преимуществ, в частности позволяет обеспечить высокие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы. Как раз то, что нужно для одной из самых загруженных дорог региона. В сезон здесь проезжают более 10 тысяч автомобилей в сутки. Главное управление МЧС России по Карачае-Черкесе напоминает жителям и гостям о необходимости соблюдения правил безопасного использования пиротехники в новогодние праздники. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Гульнара Аджикова. Необходимо обратить внимание на информацию на товарной упаковке и на самом изделии, которая должна быть обязательно на русском языке. Также должен быть указан адрес производителя, класс опасности, особенности использования и зона поражения. Пиротехнические изделия должны содержаться в особых условиях, при которых попадание солнечного света и осадков минимизировано. Также в супермаркетах и магазинах должен быть специальный консультант, который сможет грамотно рассказать про все свойства и особенности взрывания ракет, хлопушек и фейерверков. При покупке пиротехники в первую очередь следует обращать внимание на целостность упаковки и, конечно же, на срок хранения. Серьезно и основательно подойдите к выбору места для запуска фейерверков. Необходимо, чтобы это была открытая площадка, а до ближайших построек или же автомобилей расстояние должно быть от 50 метров. Рядом не должно быть деревьев и сухой травы. Не приводите в действие пиротехнические изделия из открытого окна или балкона. Поджигать фитиль необходимо на расстоянии вытянутой руки. После зажигания немедленно отойдите на безопасную дистанцию. Во время запуска фейерверков не курите. Не наклоняйтесь над неисправным изделием. И уж тем более не пытайтесь его разобрать. Соблюдение этих простых правил обеспечит вам веселый и безопасный праздник. Будьте аккуратнее. С 26 декабря у школьников Карача-Черкесии начнутся долгожданные зимние и новогодние каникулы и продолжатся до 8 января следующего года включительно. Две недели дадут возможность ребятам отдохнуть и настроиться на самую длинную четверть. У первоклассника в этой зимой будут и дополнительные каникулы с 20 по 26 февраля. В Институте филологии Карача-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева прошел конкурс чтецов «Спеши творить добро», посвященный столетию со дня рождения народного поэта Карача-Черкесии, прозаика, ученого, педагога, члена Союза писателей СССР и России Азамата Суюнчева. Азамат Алимович является автором тысячи стихотворений, десятков поэм, рассказов, повестей, около сотни литературных портретов современников. Его перу принадлежат 30 книг художественной литературы и научных трудов. Его имя носит Центральная городская библиотека Карача-Черкесия и улица в Нальчике. Студенты выступили со стихотворениями Азамата Суюнчева, написанными на карача-черкесии. Встать на лыжи и полетать на воздушном шаре можно будет в день официального открытия горнолыжного сезона в Донбайе 21 декабря. Шар будет встречать гостей в саун-центре поселка на поляне рядом с гостиницей «Горные вершины». Полет позволит туристам увидеть яркие пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. Будет также организовано бесплатное обучение горным лыжам и сноуборду. Мастер-класс «Первые шаги» позволит всем желающим новичкам освоить азы горнолыжного спорта. Помимо этого, в честь праздника на горнолыжном курорте будет организован спуск ратраков, где зрители смогут наблюдать невероятное шоу. Так, ратраки спустятся с пятого уровня, где высота составляет 3012 метров над уровнем моря, до третьего уровня, то есть до 2277 метров. В Карачаево-Черкесии в свет вышел сборник «Цикураш», что означает «детский путеводитель». Издание знакомит детей с адыгскими обычаями и традициями и содержит образцы национального фольклора черкесов. Загадки, пословицы и поговорки, считалки, скороговорки, детские стихи и игры. Материал в книге расположен в алфавитном порядке и разбит на рубрики. Адыгский этикет, умники и умницы, времена года, 12 месяцев, дни и недели, пространство и время, семья. Работа с книгой будет способствовать обогащению речи дошкольников и детей младшего школьного возраста, развитию их речевой культуры и коммуникативной компетенции. Значительная часть текстов подходит для чтения вслух. Издание содержит цветные иллюстрации и крупный шрифт. В картинной галереи «Черкеска» продолжается выставка «Сокровища земли нартов». Представленные работы демонстрируют эпические образы персонажей и героев нартиады и их быт, созданные на основе одного из мировых памятников устного народного творчества нарты. Выставлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Карача-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В центре «Авангард» Черкеска проходит военно-патриотический форум «Кавказ за наших», в рамках которого составятся соревнования по военно-прикладному спорту по таким видам, как скоростная стрельба из пневматической винтовки, стрелковый поединок, разборка-сборка автомата «Калашникова» на время, снаряжение магазина автомата патронами на время, шахматный турнир «Быстрые шахматы», то есть «Блиц», подъем 16-килограммовой гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и другим. Ну и последняя информация. Как мы уже сообщали, в эти выходные в Донбайе состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам «Битва в Донбайе». В этом году соревнования проводятся в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 200 спортсменов из разных регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов. Для максимально объективной оценки за ловкостью, силой и мастерством бойцов будут наблюдать аккредитованные судьи. В рамках турнира будут разыграны чемпионские пояса, победители будут награждены грамотами и памятными подарками. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Утро местами на дорогах гололедится. В горах места минус 2, плюс 3 и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В республиканской столице без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик террометра поднимется до 6 градусов выше нуля. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.